Дорога к Храму 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 Он не стал преследовать христиан, как того требовал император на тот момент, а наоборот, всячески это поощрял. И, конечно же, ему не удалось избежать горькой участи, которая постигла в то время многих христиан. Но он был настолько стойким в своей вере и стольких людей воодушевил, что, конечно же, такие, как великомученик Дмитрий Солунский, в частности он, в том числе, проложили дорожку для того, чтобы христианство стало религией господствующей. Такой интересный момент во всех этих событиях, которые предшествовали его кончине, был очень сильный борец. Вот когда один из военачальников императора, один из соправителей, можно сказать, императора, приехал, чтобы наказать Дмитрия, то один из его телохранителей, крепкий борец, германец по имени Лий, он, всячески показывая свою силу, унижал христиан, вызывал их на единоборство один на один и сбрасывал их на копья. И вот один мужественный юноша по имени Нестор, так ему это надоело, что он пошел в темницу и благословился у Дмитрия, его держали в этот момент в темницу. И вот он пошел, этого борца победил, конечно же, и своими силами, и Божьей помощью. И этот смелый юноша по имени Нестор, его также убили по религиозным убеждениям, и он также является мучеником, мученик Нестор. И вот Дмитрий, когда ждал своей участи в темнице, Сатана и здесь захотел его устрашить. Сказано в житии, что в образе Скорпиона напал на него, но Дмитрий отразил это своими молитвами. В конечном счете Дмитрия усекли мечом, но память о нем до сих пор светло хранится. И вот в том числе наши воины, да любые воины, воинские там подразделения, очень часто берут великомученика Дмитрия Солунского своим покровителем. Мы знаем такого великого полководца, как Георгий Победоносец, великомученик Георгий, но вот наравне с ним можно поставить еще одного великомученика Дмитрия Солунского. Для меня недавно было приятным сюрпризом узнать, при посещении нашей воинской части внутренних войск 3219, расположенной в городе Лобинске, что 8 ноября, как раз когда празднется день этого великомученика Дмитрия, в этой части вспоминают всех погибших на Северном Кавказе. Наверное, это тоже не случайно, и для всех людей военных, которые упоминают этот день, очень полезно знать об этом святом побольше, может быть, возносить ему свои молитвы. Но кроме того, раз я уже вначале заговорил об истории, мы помним, что День народного единства, который сегодня все отмечали, и, к сожалению, все равно еще остается большое количество людей, которые не знают историческую подоплеку этого праздника. Так вот, мы помним, что князя, который возглавлял ополченцев, звали Дмитрием, Дмитрием Пожарским. Наверное, это тоже не случайно. Имя Дмитрия, оно на протяжении истории видно. Многие людей этим именем называли, его полюбили, хотя само это имя языческое. И в его корне мы можем увидеть воспоминания древней богини Митры, то есть богини-матери, ассоциирующейся с землей. И вот сегодня, когда смотрят этимологию этого имени, как оно расшифровывается или к чему восходит, чаще всего его переводят в нормальном христианском контексте как «плод земли». Поскольку мы не вспоминаем сегодня языческих богов и понимаем, что с христианской точки зрения это бесы, но тем не менее, само имя Дмитрий очень звучно для нашего языка. Это имя очень полюбилось, сохраняется, и многих мальчиков этим именем называют. Ну и, конечно же, нельзя вспомнить в нашей истории еще одного Дмитрия Донского, который возглавлял наших ополченцев, Куликовская битва, держал победу, но все равно громадное количество воинов погибло в ней. И вот с этих времен, с XIV века повелось, что суббота, которая получается перед днем 8 ноября, в эту субботу поминаются все воины. И впоследствии в церковном календаре это стала родительская, дмитриевская поминальная суббота. То есть мы вспоминаем не только уже всех воинов, но и всех наших почивших сродников. Вспоминая Дмитрия Донского и ополченцев, мне приходят на ум слова одного лектора, который так живо описывал эту картину самого боя. И настолько проникаешься тем подвигом, который на себя взяли действительно эти воины, которые отстаивали на тот момент интересы до будущей русской земли, нашего государства. Как все мы должны быть им благодарны. Вот Дмитрий Донской, мы знаем, он поставил ополченцев, он перевел их через реку, чтобы река была у них за спиной, чтобы не было возможности никуда же отступать. И все люди понимали, что нужно стоять насмерть. Но тем не менее ополченцы на тот момент не были кем. Это были люди, которые не держали оружие в руках очень часто. Это были непрофессионалы. То есть у них был очень страх большой перед татаро-монголами. И, конечно же, мы с вами можем, как люди не военные, но хотя бы имеем представление о том, что когда начинается паника, страх, это уже наполовину деморализует войска. И вот отборные отряды воинов, профессионалов Дмитрий Донской поставил впереди. И вот их задачей, по сути, было принять первое наступление этой татарской конницы. А это зрелище, наверное, было очень страшное. И вот, по сути, вот эти первые воины, которые стояли, они уже были обречены. Ничего им не светило. Но их задача была хотя бы остановить первый натиск и тем ополченцам, которые стоят сзади, показать, что татар остановить можно. И вот, конечно же, конница, она их перемолола первых, но они остановили этот натиск. И вот те люди, которые стояли сзади ополченца, они увидели, что, оказывается, это войско, это можно победить. Это не какие-то фантастические рыцари. Полчаса, которые дали им этот первый отряд, ополченцы пришли в себя, и вот после этого они уже стояли намертво. И, конечно же, мы в родительскую Дмитриевскую саботу упоминаем всех воинов, в том числе и наших современников, которые погибли на Северном Кавказе. Так что все это обобщим. И вот с именем Дмитрия Солунского с 8 ноября у нас на Кубани, оказывается, и в частности в Лобинске, связано так много. Сегодняшний вопрос следующий. Он у меня из разговора с одним человеком, который очень интересовался, а можно ли христианину держать рисунки или изображения змей, рептилий, различного рода драконов. Но если говорить с очень богословской точки зрения, мы с вами видим на той же иконе Георгия Победоносца, что он поражает змея или дракона, и в нашей христианской традиции змей и дракон, он, конечно же, символизируется с дьяволом, с нечистой силой, с темной стороной. Сама книга «Апокалипсис», она тоже часто эти образы дает в виде дракона. Но и, знаете, с такой психологической точки зрения, естественно, мы знаем, что у людей на подсознательном уровне очень большой такой страх, такое не очень хорошее чувство, связанное со змеями. Но, тем не менее, я думаю, мы живем в мире очень разнообразном сегодня, и нам нужно, наверное, ко многим вещам относиться с пониманием, что раз такие божьи твари существуют, значит, и эти изображения возможны. Только с пониманием дела к этому относиться. Мы знаем, что в Китае, например, дракон — это вообще считается нечто такое священное, приносящее удачу. Ну а в нашей традиции мы смотрим на эти вещи по-другому. Так что всего вам доброго, дорогие телезрители, и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова